Как проверить качество меда и когда опасен борщевик? Ответы на эти вопросы сейчас знают ученики начальных классов. В Кирове прошел межрегиональный конкурс имени Вернацкого. Свои исследовательские работы представили школьники от 7 до 18 лет. С участниками пообщалась Валентина Палкина. Настоящая ферма по выращиванию бабочек появилась этим летом в доме Валерии Кострометиновой. Насекомые давно привлекают четвероклассницу лицея естественных наук своими необыкновенными превращениями. Наблюдать за процессом развития было интересно, но непросто. Нужно было поместить банку с гусеницей в место, где нет прямых солнечных лучей. Кормом для гусеницы будет служить растение, на котором она была обнаружена. И чтобы гусеница не заболела, ежедневная уборка банок и свежий корм. Стефан Червяков из Котельнича свою исследовательскую работу о борщевике назвал «культурный сорняк». Прежде чем начать наблюдение, досконально изучил теорию вопроса. Ученые хотели сначала использовать борщевик как кон для растений. Но оказалось, что силос был низкого качества, молоко у коров горчило, оно не прокисало. Люди получали ожоги. Борщевик дичал и разрастался. Четвероклассник составил карту распространения борщевика в Котельническом районе, которой заинтересовались ученые из Института биологии в Сыктывкаре. А еще Стефан нашел применение предмету своего исследования. Создал музыкальный инструмент «Посох дождя». Юный исследователь не побоялся взять стебель растения, потому что теперь точно знает – борщевик опасен только во время цветения. Много интересного узнали не только участники конкурса. Некоторые работы младших школьников поразили членов жюри необычным подходом. Казалось бы, что нового может быть в теме мед и здоровье? Оказалось, что мальчик привел огромное количество нетрадиционных методов диагностики качества меда. И поэтому это очень важно не только для специалистов, это важно действительно для любого потребителя. Поэтому я думаю, что сами по себе организации меда, которые презентуют свою такую продукцию, они могут обижаться на него, потому что таким образом повысится как раз компетентность детей и взрослых. Конкурс имени Вернадского направлен на приобщение юношества к традициям российской научной школы. Региональный этап в Кирове проходит уже в шестой раз. Все больше юных кировчан овладевают методикой эксперимента, учатся анализировать, обобщать и делать выводы. Ребята оценивают лечебные свойства слизи улиток, раскрывают полезные свойства мыла, учатся предсказывать погоду по облакам. Проводят сравнительный анализ языка современных СМС и писем прошлых веков и дают советы своим сверстникам. Чтобы они много читали, много путешествовали, все-таки хотя бы иногда заинтересовались жизнью других людей, чтобы писали письма, и если бы даже писали СМС, но не сокращали слова. Каждый год конкурс проходит в библиотеке имени Герцена, главном научно-просветительском центре региона. Где даже самые юные участники ощущают атмосферу научного поиска и праздника мысли. Валентина Палкина, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.